Ключевые результаты медико-демографического исследования Таджикистана 2017 года. Медико-демографическое исследование Таджикистана 2017 года, или MD-2017, было разработано с целью предоставления данных для мониторинга ситуации со здоровьем в Таджикистане. MD-2017 является вторым по счету медико-демографическим исследованием, проведенным в Таджикистане. Первое было проведено в 2012 году. 7 843 домохозяйств и 10 718 женщин в возрасте от 15 до 49 лет были успешно опрошены в рамках MD-2017. Доля ответивших составила 99% как для домохозяйств, так и для женщин. MD-2017 предоставляет оценочные показатели на уровне страны в целом, отдельно для городской и сельской местностей и для каждого из пяти административных регионов или областей Таджикистана. Результаты исследования свидетельствуют о том, что Таджикистан добился прогресса за последние пять лет. Охрана здоровья матерей в Таджикистане улучшается. Более 9 из 10 женщин получили антинатальную помощь или АНП у квалифицированного работника, что включает врачей, медицинских сестер и акушерок. Сроки и качества АНП также являются важными. В настоящее время 64% женщин получают АНП 4 или более раз, что является ростом с 53% в 2012 году. 25% женщин получили АНП 7 или более раз и 14% 8 или более раз. Роды в медицинском учреждении снижают риск как для матерей, так и для новорожденных. В целом по стране количество родов в медицинских учреждениях увеличилось с 77% в 2012 году до 88% в 2017 году. Аналогичным образом 95% живорожденных принимаются квалифицированным работником, что является ростом с 87% в 2012 году. Меньше детей в Таджикистане умирают в раннем детстве, чем когда-либо прежде. Смертность до 5 лет представляет собой вероятность смерти ребенка в возрасте до 5 лет. В Таджикистане смертность до 5 лет составляет 33 смерти на 1000 живорождений. Это значит, что один из 30 детей умирает, не дожив до 5-летнего возраста. Смертность до 5 лет изменяется по регионам – от самой низкой в 11 смертей на 1000 живорождений в Душанбе до 40 в Хатлонской области. MD 2017 года также показывает улучшение питания детей. Рост и вес детей в возрасте до 5 лет, измеренные в рамках MD 2017 года, сравнивали с международными эталонными стандартами. 18% детей в возрасте до 5 лет имеют задержку роста или имеют слишком маленький рост для своего возраста. Задержка роста является признаком хронической недостаточности питания. Задержка роста снизилась с 2012 года, когда 26% детей в возрасте до 5 лет отставали в росте. 6% детей до 5 лет являются истощенными или слишком худыми для своего роста. Истощение – это показатель острой недостаточности питания. Как и задержка роста, истощение также снизилось с 2012 года. Результаты MD 2017 также свидетельствуют о том, что другие сферы остались без изменений. Рождаемость остается стабильной с 2012 года. Женщины в Таджикистане по-прежнему в среднем имеют по 3,8 детей. Использование женщинами контрацепции также практически не изменилось с 2012 года. Примерно 3 из 10 замужних женщин пользуются контрацепцией. 27% используют современный метод и 2% используют традиционный метод. Внутриматочная спираль является самым популярным методом планирования семьи. В рамках MD 2017 года также изучались показатели расширения прав и возможностей женщин. Замужних женщин спрашивали об их участии в принятии трех видов решений по домохозяйству. 46% замужних женщин принимают решения самостоятельно или совместно со своими мужьями о медицинской помощи для себя. 44% принимают решения о посещении своей семьи. И лишь 38% принимают решения о крупных покупках для домохозяйства. Треть замужних женщин участвует во всех трех из этих решений. В то время как почти половина замужних женщин не участвует ни в одном из этих решений. Более двух из пяти детей в возрасте от 6 до 59 месяцев страдают анемией. Распространенность анемии заметно отличается в зависимости от региона. От 24% в Душанбе до 62% в Гэбао. Аналогичным образом, две из пяти женщин страдают анемией. Среди женщин самый низкий уровень анемии наблюдается в РРП в 33% и самый высокий в ГБАО в 55%. В рамках МД 2017 года у женщин в возрасте 15-49 лет также измеряли кровяное давление. В целом по стране 10% женщин были классифицированы как имеющую гипертонию. Распространенность гипертонии встречается в 7 раз чаще среди женщин в возрасте 45-49 лет, 28%, чем среди женщин 20-24 лет, 4%. Как и ожидалось, распространенность гипертонии выше среди женщин с избыточным весом или ожирением, чем среди женщин с нормальным весом. 28% женщин с ожирением страдают гипертонией по сравнению с всего лишь 6% женщин с нормальным весом. Как можно видеть, медико-демографическое исследование Таджикистана 2017 года содержит обширную информацию о состоянии здоровья в Таджикистане. Результаты исследования показывают, где был достигнут прогресс, а также сферы, требующие улучшения. МД 2017 года предоставляет данные для руководителей программ и лиц, определяющих политику, для использования в принятии решений, основанных на фактических данных, для улучшения состояния здоровья в Таджикистане. МД 2017 года было проведено Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан с 8 августа по 11 ноября 2017 года. Финансирование МД 2017 года было предоставлено Агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию – USAID. Дополнительное финансирование было предоставлено Детским фондом Организации Объединенных Наций и Фондом Организации Объединенных Наций по народонаселению. Компания ICF оказала техническую помощь через программу МД – The DHS Program, проект, финансируемый USAID, оказывающий поддержку и техническую помощь в проведении медико-демографических исследований в странах мира. Для дополнительной информации по результатам МД 2017 года, пожалуйста, обращайтесь в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Таджикистане и в программу DHS в США.